Сегодня всемирный день неторопливости. Придумали его эмоциональные итальянцы еще 10 лет назад. Зачем для пылкой нации такой день и что о нем думают казанцы, узнала Маргарита Паснова. Ежегодно в Милане проходит медлительный марафон. Участникам дается полтора часа времени на дистанцию в 300 метров. Обычно человек проходит такое расстояние примерно за три минуты. А те, кто хотят жить вкуснее, должны научиться замедляться, говорит психолог Гузель Ахметова. Когда мы в жизни что-то торопимся сделать, мы стремимся к чему-то, к каким-то определенным границам, целям, задачам, которые мы должны решить. Мы теряем все то, что сопровождает нашу обыденную жизнь, вседневную нашу реальность. А там так много интересного. Современный человек зациклен на действии. Но такой образ жизни ведет к потере чувствительности, говорит Гузель. Отсюда и всевозможные чемпионаты по быстрому поеданию пищи. Диетологи советуют кушать не спеша. Это улучшит пищеварение и поможет избавиться от лишнего веса. Но как сбавить темп жизни, многие казанцы просто не представляют. Я даже не могу сказать, так вот спокойно не живется, все время спешим куда-то. Я даже не знаю, что делать надо. Всю жизнь в бегах. Всю жизнь в бегах? Да. А почему? Потому что так жизненно строим. Брать сядек надо за талоном, очередь надо стоять. Да-да, как с работы выйдешь, так и это. Всегда уж торопились. Ну а зачем торопиться? Мы же живем один раз в жизни, чтобы дети видели, знали все. Хочется гулять, хочется дышать воздухом. В общем, предпочитаю больше ходить пешком и медленно гулять. Если мне куда-то нужно, я заранее время выбираю так, чтобы приходить вовремя. Можно, как говорится, накосячить, если спешиться и торопиться. Чтобы не спешить, психологи советуют составлять план дел на день. Кроме того, намеренно пытаться замедлиться, хотя бы в качестве эксперимента. И не забывать золотые слова советского мультперсонажа. Спокойствие, только спокойствие. Итальянская ассоциация под названием «Искусство медленно жить» даже придумала 14 заповедей для тех, кто хочет отказаться от спешки. Например, вставать чуть раньше, чтобы насладиться утром и завтраком. А водителям итальянцы советуют не нервничать в пробке, вместо этого слушать хорошую музыку. Маргарита Пастнова, Роман Феня, Телеканал Эфир.